Все в нашей жизни начинается с самого важного, с самого главного, с желания, с цели. Спросить меня, чего я хочу, какие мои желания. Я хочу покоя. Я хочу жить спокойно, без страха и опаски смотреть в будущее. Чтобы не бояться заболеть, чтобы не бояться умереть. Это особая тема. Я этого не боюсь. Чтобы не бояться за то, что кончатся когда-то деньги и будут какие-то финансовые трудности, сложности, нехватка, дефицит, нестабильность какая-то. Короче говоря, все начинается с желания, с цели. Я занимаюсь сетевым бизнесом в 15-й год. И за это время я с удивлением до сих пор являюсь, вижу, как абсолютное большинство людей не знает, чего они хотят. Просто работают, просто что-то делают, в лучшем случае. А куда они придут, они не знают. Просто заработать, просто разбогатеть, просто быть успешным. В сетевом бизнесе самая важная, самая главная прелесть состоит в том, что ты можешь быть свободен. Ты можешь быть свободен от забот, от страхов, от опасений. Однажды сделав работу, ты имеешь право получать пассивный доход. Ты можешь быть свободен от спутывающих по рукам и ногам обязательств, обстоятельств, условий, требований бизнеса. Что я имею в виду? Создал организацию, запустил правильно работающую систему и пожинай плоды, демонстрируй стиль жизни своим людям, чтобы они старались добиться того же. А каков стиль жизни? А такой. У тебя нет офиса, у тебя нет подчиненных, у тебя нет материальных товаров, у тебя нет, ничего нет, чтобы связывало тебя по рукам и ногам. Ты свободен. В любую секунду ты можешь сесть и уехать. Единственное, от чего ты не свободен, это от ежемесячного получения чека. 30-50 тысяч долларов в чек и полная свобода. Конечно, надо помогать своим людям. Конечно, надо их обучать, их поддерживать, вдохновлять. Каким образом? Примером своей жизни. Вот я много и напряженно работал, а теперь я добился вот таких результатов, а теперь я пожинаю плоды. И вы так же можете и должны сделать. Если я этого хочу, значит возникает вопрос, а как этого достичь? Что должен я конкретно делать, чтобы именно такой результат получить? Ведь многие работают и получают обратный результат. Я знаю людей в сетевом бизнесе, которые зарабатывают 20-30 тысяч долларов, 10-15, 8-6, но они пашут, как сумасшедшие, каждый день без остановки. Стоит им только заболеть, остановиться, расхотеть, полениться, куда-то отъехать. Их бизнес начинает шататься. Потому что требуется их постоянное участие. Требуется, чтобы они постоянно вливали свою силу, свою энергию, свои знания, свое время, свое присутствие в этот бизнес. В противном случае он не работает. Это неправильно, это тупиковый путь. Ну, например, я устал спориться с большим количеством своих партнеров и коллег, которые требуют, чтобы был офис. Вот у меня никогда не было офиса. Я знал, что офис это смерть для бизнеса. По большому счету. Нет, оно все крутится, оно работает. Но для того, чтобы быть свободным, офис тебя, он тебе мешает. Потому что люди будут думать, что надо ходить на работу. Раз офис есть, значит, за него платить, значит, надо ходить на работу. Значит, и твои люди будут думать, что надо офис. И они будут делать себе офис, и они тоже не будут свободны. Офис, если правду сказать, убийца сетевого бизнеса. Прелесть нашего бизнеса состоит в том, что ты свободен, что ты работаешь легко. Без всех вот этих обременительных штучек, которые свойственны традиционному бизнесу. Ты строишь организацию, и ты пускаешь своих людей в такую же свободу. Они могут перемещаться по стране, создавая систему. Вот тут корень вопроса. Система. Нужно создать такую систему, чтобы люди, которых ты привел, глядя на тебя, перенимали то, что ты делаешь, и передавали это вниз своим людям. И твое участие для того, чтобы их люди работали, не обязательно. Вот в чем дело. Но если ты снял офис, все туда набьются, и ты будешь туда ходить, и ты будешь их учить, и все поколения, и первое, и второе, и третье, и пятое, и десятое будут смотреть и думать, что вот оно оказывается, какой Олег Григорьевич или там Степан Петрович умный. И мне тоже так надо. Но стоит тебе уехать, и все развалилось. Трагедия. А надо, как только ты правильно построил бизнес, как только у тебя в основе лежит свобода, значит тогда он начинает расти. Это вот пример известный всем, если акулу в маленький аквариум поместить, то она останавливается в росте. Больше аквариума больше растет. Еще больше аквариума еще больше вырастет. Также и бизнес. Маленький офис, и бизнес такой. Нет офиса, и полная свобода, безграничные просторы. Вот он бизнес какой должен быть. Я поподробнее расскажу об этом потом, через десять минут. Но суть, суть. Есть ли цель быть свободным, независимым, построить бизнес и получать пассивный доход, помогая своей организации демонстрацией уровня и стиля своей жизни? Путешествия, машины, полная свобода. Ведь главное, это свобода. Они все на работе, в офисах, в кабинетах. Их дрючат. Они сами кого-то дрючат. У них инфаркты, у них инсульты, потому что у них напряжение постоянное. Они день и ночь, они завтра должны куда-то явиться обязательно. А тебе этого не надо. Ты можешь писать книгу, вести блог, заниматься собой, физкультурой, воспитывать бурндучка. Что хочешь, то и делай. Путешествовать. Самое важное дело. Для этого мы строим бизнес. Как это сделать, вот вопрос. Но главное, определитесь, чего вы хотите. Это долгий разговор. Он не сразу дает возможность человеку въехать в тему. Но я надеюсь, что мы его пробьем, этот вопрос. И хоть кто-нибудь, если поймет, я уже буду удовлетворен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!